Он слетал в Дубай, но не ради отдыха. Студент второго курса Ульяновского аграрного университета Владислав Диков презентовал на всемирной выставке Экспо в Эмиратах свой научный проект «Почвообрабатывающий каток вибрационного действия». По оценкам юного ученого, применяемые сегодня катки не всегда соответствуют агротехническим требованиям, поэтому семена в естественных условиях всходят на 26% медленнее, чем в лабораторных. С помощью новой инновационной разработки можно увеличить урожайность, к примеру, сои почти на 13%. Он создан для прикатывания почвы, уплотняет ее и создает оптимальные агротребования почвы. Этот каток совершенен тем, что установлен пассивный привод деблантиров. Деблантиры создают дополнительные усилия на почву, давление на почву. Новизна технических решений катка юного ученого подтверждена 18 патентами Российской Федерации на изобретение. Запустить серийное производство Владиславу помогут средства выигранного гранта «Умник». На подмогу также придут родной ВУЗ, региональное отделение Всероссийского общества изобретателей, а также агентство инновационного развития. Сейчас у нее практически завершенный опытный образец, с которым весеннюю полевую компанию мы планируем дозавершить все производственные испытания. И дальше мы планируем приземлять его на одной из площадок наших партнеров. Это дилеры и производители сельхозтехники, то есть где ему уже будет оказана помощь, пропуску настоящих полномасштабных моделей для производства. Познакомиться с инновационной разработкой ее автором в Ульяновск приехал председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов. Депутата заинтересовал вес катка. Заодно он поделился опытом общения с юными учеными. Восемь лет федеральный гость является председателем Оргкомитета Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Всегда так радуюсь, удивляюсь тому, когда школьники, молодежь, дети, девчонки, мальчишки представляют такие уникальные просто вещи. Понимаете, начиная от каких-то изобретений в сфере жизни. Смотрите, сельское хозяйство – это питание, это наша жизнь. И заканчивая искусственным интеллектом. Владимир Кононов лично вручил благодарственное письмо Государственной Думы Владиславу, а также еще шести студентам аграрного вуза. Церемония награждения состоялась во время конференции «Перспективы развития интеллектуальной деятельности в университете». На пич-сессии свой проект также представила студентка второго курса Анастасия Лещук. Девушка учится на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии. Как и Владислав, она получила грант на реализацию своего научного проекта. Речь о специальном препарате, который защитит рассаду от загнивания. Этот препарат, когда мы его выпустим, можно будет купить в обычной аптеке или магазин, который будет предназначен именно для земледелия. Он будет, получается, у нас в такой коробочке, упаковке, в ампулах. То есть у нас будет 10 ампул в одной упаковке. И 10 ампул могут заменить больше 8 литров других препаратов. В основе препарата лежат бактериофаги. К концу обучения в УЗИ Анастасия выпустит свет и удобрение. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ, из Чердоклинского района. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ, из Чердоклинского района.